Сейчас я объясню тебе, как работает моя терапия, и объясню, почему ты не можешь бросить курить, и как я могу тебе помочь. Так, твой мозг имеет следующую структуру. Раз, это твое сознание, и внутри твоего сознания находится подсознание. Сознание использует 5% мозга, 5% твоего мозга. А остальные 95% используют твое подсознание, вот то, что внутри. Твое сознание может выполнять только одну операцию за раз. То есть, например, если ты там поешь, то ты поешь. Если ты танцуешь, то ты танцуешь. Если ты решаешь задачу, то ты решаешь задачу. Если ты пишешь, то ты пишешь. Вот, например, Юлий Цезарь мог делать сразу несколько таких задач за раз. Там, говорить, писать, считать одновременно. И в основном человек, нормальный человек, делает только одну, вот, одну операцию за раз. Но при этом воспринимать же ты можешь сразу плюс-минус 7 частей информации. То есть, ты вот сейчас слышишь мой голос, при этом смотришь, как я рисую, при этом слыша звуки в своей комнате, при этом слыша там, если у тебя есть часы, звуки тиканья часов. Ты этого не замечаешь. И ты можешь сосредоточиться только на одной задаче. Твое сознание может сосредоточиться только на одной задаче. Подсознание же выполняет 6 миллиардов операций в секунду. И сознание занимается всего несколькими функциями. Первая функция, которой занимается сознание, это аналитическое мышление. А. М. Аналитическое мышление. То есть, ты анализируешь ситуацию. Я курю. Мне надо бросить. Почему? Потому что плохо. Потому что люди умирают. То есть, аналитическое мышление. Вторая функция твоего сознания, это рациональное мышление. Рациональное мышление. Так. Эта часть объясняет человеку, почему он делает те вещи, которые он делает. Я курю, потому что у меня зависимость. Я курю, потому что у меня ломки. Я курю, потому что, потому что, потому что. Вот. Третья часть сознания, это сила воли. Я тут остановлюсь поподробнее про силу воли. Эта часть, она не создана для того, чтобы менять себя. Многие допускают ошибку и пытаются менять себя через силу воли. На самом же деле, сила воли создана для того, чтобы вовремя проснуться, чтобы вовремя прийти на работу, чтобы вовремя приготовить еду, забрать детей со школы. То есть, этой частью, силой воли, эта часть не создана для того, чтобы менять себя внутри. Ты не можешь силой воли заставить свое сердце биться быстрее или медленнее. У силы воли есть границы. Сила воли, она работает как временное получение энергии. Вот, например, ты решил вот все, бросаю курить, выкинул пачку сигарет с окна, позвонил всем родственникам, сказал все, ты бросил курить, всем друзьям рассказал, весь довольный. Но через час адреналин от силы воли уходит, и ты остаешься снова с собой, который курит. И со временем срываешься и покупаешь сигареты. Поэтому на силе воли нельзя бросить сигареты. И четвертая, последняя функция сознания, это временная память. Временная память. Эта функция отвечает за, допустим, сегодня ты услышал чье-то имя, с кем-то познакомился, и, скорее всего, ты его забыл. То есть, это информация, которая теряется через некоторое время. Там вот идешь по улице, видишь номера машины, запоминаешь на время, а потом забываешь. Вот это, вот это все, вот то, что я вот сказал только что, это все функции сознания. Все остальное, это подсознание. То есть, там чувства, эмоции, привычки, это все вот находится вот тут, в подсознании. Так, сейчас вот это уберу, вот это тоже. Это все в подсознании. Подсознание это такая часть, которая принимает все буквально. И именно поэтому подсознание наделено таким защитным механизмом, который называется критический фактор. Вот так вот он выглядит и защищает подсознание. Этот механизм сравнивает ту информацию, которая уже есть в подсознании, с тем, что пытается туда проникнуть. То есть, например, вот ты знаешь, как тебя зовут. Вот, давай вот сейчас поменяем тебе имя. Ну вот, все, тебя теперь зовут Эдуард. Эдуард, тебе 16 лет. Вот, ты Эдуард, тебе 16 лет. И что, ты изменился после этого? Ты стал Эдуардом? Нет, ты не стал Эдуардом. И я тебе сейчас объясню, что произошло. Вот, объясню вот этот момент. Вот, информацию, которую я сказал, что все, тебя зовут Эдуард. Решила проникнуть, вот, она проникла сначала в сознание, через твои уши, да? Сначала в сознание, потом в подсознание. Оно пошло в подсознание, но оно вот уперлось в критический фактор. И прежде чем попасть в подсознание, оно вот, критический фактор анализирует вот эту информацию, которую вот я сказал, и сверяет с тем, что вот уже есть тут. И если информация, которая хочет проникнуть, не подходит к тому, что уже есть, вот у тебя уже есть имя, то эта информация, она просто отражается. Вот, вот так вот оно работает. Сейчас я вот это стеру. То есть, просто не происходит никаких изменений, потому что уже что-то, у тебя уже есть имя. И подсознание это очень ленивая часть, которая вообще не хочет меняться. Вот, ну, зачем тебе имя менять, да? Ну, вот у тебя же уже есть, правильно? Вот так вот. И как ты вот теперь думаешь, вот, как происходит с курением, да? То есть, вот ты пытаешься бросить курить, как оно вот все происходит? Ровно, точно в таком же Маккаре все происходит, такой же механизм срабатывает. Вот, в подсознании, вот у тебя в подсознании есть вот такая вот программа, да? Как в компьютере программа, программа, которая называется курение, да? Вот назовем ее курением. И эта программа, еще мало того, считается позитивной в подсознании. И подсознание считает по каким-то причинам, что человек должен оставаться курильщиком до конца вообще своей жизни. И ничего негативного не существует в подсознании. Подсознание – это такая часть, которая хочет тебе помочь, автоматизировать твою жизнь. Все там является позитивным. И подсознание считает, что оно тебе помогает, когда ты куришь. И когда человек создал вот эту программу курения, и он тогда решил, что эта вот программа ему нужна, ему курение нужно. И, то есть, ты вот сознательно, да, вот, там, аналитическим мышлением, рациональным мышлением считаешь, понимаешь, что вот тебе не нужно курение, что это вот негативный момент. А подсознание считает, что вот, что он считает ровным счетом наоборот, что курение как раз тебе необходимо для жизни. То есть, когда ты впервые закурил, получается, у тебя была на это какая-то весомая причина. Вот, действительно, вспомни свою первую сигарету. Какая она вообще была по ощущениям? Скорее всего, тебе вообще не понравился этот дым и запах, но, тем не менее, ты себя заставлял курить. И тем самым ты создал вот эту, вот эту программу. Может быть, ты в тот момент, когда начал, начинал курить, хотел быть похожим на маму или папу, или хотел уважение от одноклассников, показать свою крутость. У каждого свои причины. То есть, самое главное, что на тот момент курение для тебя считалось чем-то очень жизненно необходимым и важным. И тогда появился тот самый позитивный знак плюс, связанный с курением. И моя задача и сила моей терапии заключается в том, чтобы с помощью моей терапии, вот, терапия, попасть, сначала, для начала вообще обойти критический фактор, вот, вот так вот, обойти, для этого я владею всеми инструментами для этого, обойти твой критический фактор, попасть в твое подсознание и объяснить твоему подсознанию, что курение, что курение это не позитивная программа, что курение это негативная программа. И тогда, помнишь, что я говорил? В подсознании существуют только позитивные программы, то есть, только позитив, чтобы помогать и облегчать тебе жизнь. И просто подсознание вот эту часть выкинет из твоего мозга. И после этого, как происходит вот этот процесс, у человека пропадают ломки, тяги всякие к курению, от которых человек и мучился. Вот, в принципе, вот так вот и работает терапия. Собственно говоря, да.